Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Волгоградской области задержаны участники организованной группы по подозрению в незаконной ловле рыбы в акватории Цымлянского водохранилища в период запрета на добычу водных биоресурсов. По имеющейся информации, 44-летний житель Ростовской области привлек к противоправной деятельности своих знакомых, а также наемных работников и распределил между ними роли. Злоумышленники проживали на территории бывшей базы отдыха, въезд на которую охранялся. Были установлены ворота и шлагбаум. В вагончиках и домиках имелись морозильные камеры, в которых хранилась рыба, привезенная в грузовых машинах с окруженного обрывами берега водоема. Свежую и замороженную рыбу подозреваемые реализовывали оптовыми партиями, продавали постоянным покупателям и поставляли в другие регионы России. 15 жителей Ростовской области и два жителей Волгоградской области в возрасте от 30 до 62 лет были задержаны с поличным на территории базы. У них изъято 148 браконьерских сетей различной длины и почти 2500 экземпляров сазана, судака, карася, окуня, зеркального карпа, леща, а также несколько тонн замороженной рыбы. По предварительным данным, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил не менее 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время в отношении организатора противоправной деятельности судом избрано меры пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.